Технологии на страже безопасности в Сургутском районе приобрели квадрокоптеры, которые помогут бороться с пожарами. Устройства будут использовать специалисты единой дежурной диспетчерской службы и управления по делам ГОИЧС. Как отметила начальник профильного ведомства Алла Вавилина, дроны оснащены тепловизорами и камерами, которые позволяют детально увидеть местность. Беспилотники помогут определять направление развития пожара и дополнительные условия, которые важны при ликвидации возгорания. Если у нас возникает где-то возгорание, задымление, мы не дожидаясь дополнительной помощи со стороны авиалесохраны, потому что самолет летает в определенных условиях, вы понимаете, погодных, температурных, ночью они не вылетают также. А вот квадрокоптер, приобретенный для управления по делам ГОИЧС, он даже в ночное время способен летать и оценивать обстановку, фотографировать очень четкие фотографии, хорошее разрешение. По словам Аллы Вавилиной, квадрокоптеры также помогут находить нарушителей пожарной безопасности в дачных кооперативах. Теперь, чтобы зафиксировать тех, кто пренебрегает правилами, не нужно будет дожидаться, пока собственник откроет калитку. Достаточно будет поднять в воздух беспилотник, который сфотографирует факт нарушения. Изображение будет являться основанием применения наказания. Однако, все же основная цель – приобретение устройств, борьба с лесными пожарами и спасение человеческих жизней. Служба авиалисохрана, я могу понять, просто не в состоянии одновременно находиться во всех точках, где возникает пожар. Квадрокоптер нам помогает оперативно определить опасность, возникающую при пожаре. То есть, движется ли огонь в сторону населенного пункта, какое расстояние, есть ли какая-то преграда на пути следования этого огня и вообще масштабы самого пожара. Вот это все оперативно позволит… наличие квадрокоптера позволит нам оперативно оценить обстановку, а не дожидаться прилета сил авиалисохраны. Только в этом случае мы уже сможем оценить обстановку. Продолжение следует...